Утром первого, мы на месте. Тринадцать, здорово, вручили эту сколу поездку. Узов принят, уезжаем. Днем на пульт 102 поступило сообщение от одной из жительниц города. Она рассказала полицейским, что в парке Мир Фантазии плачет мальчик лет пяти. На место вызова выехал один из экипажей дорожно-патрульной полиции. Как выяснили сражи порядка, мальчик гулял с родителями в парке и заблудился. Я шла в университет Ауэзова, чтобы сдать документы. Когда возвращалась, увидела этого мальчика. Он стоял и плакал. Я спросила, ты чего плачешь? Он сказал, я отстал от родителей. Я тогда подумала, вдруг его кто-то уведет и сразу позвонила в полицию. Полицейские обошли весь парк, нашли мать заблудившегося ребенка и предупредив, чтобы женщина следила над лежащим образом, передали ей сына. Еще одно сообщение теперь уже о квартирной краже на пульт 102 поступило в полдень с улицы Жаркомбетова. На место вызова выехал 806-й экипаж дорожно-патрульной полиции. Прибытие полицейский хозяин квартиры самостоятельно задержал злоумышленника несовершеннолетнего подростка. Здесь у меня стоял самовар и кастрюли. Когда я зашел, увидел, что их не хватает. Все вещи я нашел вон там, за креслом. Вообще, эти дети, проживающие по соседству, часто заходят к нам во двор и что-нибудь воруют. Я сам лично одного из них задерживал. В этот раз передал полицейским. Сотрудники полиции на место происшествия вызвали специалистов ювенальной полиции родителей ребенка. Сейчас ведется досудебная проверка. В 11 часов вечера на пульт 102 поступил еще один сигнал от жителей города. Мужчина, проживающий в микрорайоне Айкап, пожаловался полицейским на громко играющую музыку у соседнего кафе, потребов обеспечить ему покой. В заявлении он указал, что до 23-30 играет громкой музыкой и не дает отдыхать. Но прокомментировать нашей съемочной группе с своей претензией заявитель отказался. Впрочем, сами посетители кафе встали на защиту администрации заведения, заявив, что покоя никто не нарушает. Мы тоже пришли сюда отдохнуть, послушать музыку. Играет она негромко и никому не мешает. Мы приходили сюда постоянно и никаких жалоб на заведение еще не было. Как рассказали представители администрации кафе, они соблюдают все нормы закона. Кафе оборудовано по всем требованиям и слова заявителя не соответствуют действительности. У нас всегда здесь музыка выключается в 11 часов. Это самое позднее, иногда и раньше. И она никому не мешает. Но соседи пишут на нас заявление в полицию. Вообще же у нас музыка выключается в 10-11 часов вечера. Это самое позднее. В заключение администрация кафе написала встречное заявление на соседа с просьбой привлечь его к ответственности за клевету. Продолжение следует. Продолжение следует. Выезжаем.